Когда дело касается зимних курток, то у мужчин есть сотни вариантов. Например, плащ. Сегодня не такая уж популярная вещь, но все же некоторые военные все еще пользуются такими. Кстати, их можно надевать на формальные мероприятия. Серьезно, господа, плащ это весьма универсальная вещь. Он не только защитит вас от непогоды и сохранит тепло, но если вы носите костюм или форму с медалями, то одежда не помнется и медали не зацепятся. И да, если на вас вдруг напали и вам надо защищаться, то вы сбросили плащ, достали оружие и вперед. Сегодня, друзья, я расскажу вам о зимних куртках, которые сделают ваш внешний вид шикарным. Итак, начнем с тех, кто живет там, где, скажем, не такая уж суровая зима. Например, Южный Дехас или Мумбай. Ну да, становится прохладно, но не зима. В таком случае можно использовать легкую куртку. Присмотрите карманы, цвета более классические. Можете поэкспериментировать. На мне вы видите зеленую куртку. Можете попробовать темно-коричневую. Не всегда надо выбирать темно-серый. Куртка на мне, она современного военного стиля. Она идет на 15 сантиметров ниже пояса. На плечах у нее могут быть аппалеты, на этой модели их нет. У нее есть двойные нагрудные карманы. И есть еще боковые карманы. Также есть еще дождевая куртка. Или еще известен как Макинтош. Это современный Мак, он идет на 30 сантиметров ниже пояса. Старые модели были длиннее и могли уходить на 15 сантиметров ниже колен. Более древние модели могли быть сделаны из резины и они не дышали. На мне сейчас дождевик не просто из дышащей ткани. Но эта ткань также обладает тем, чем должны обладать все Макинтоши. Это влагостойкостью. Когда вода попадает, то она просто скатывается. Это очень удобно, когда сыпет снег. И что еще круто, это то, что под него можно надеть даже толстый свитер. Так что это очень удобно, скажем, если вы живете в Сиэтле, и там не очень прям суровые зимы. Это будет вполне отличная вещь. Когда вы выбираете себе хороший Макинтош, обращайте внимание на мелкие детали. Например, мне очень нравятся вот такие вот капюшоны, которые застегиваются в воротнике, чтобы их не было видно. И если он мне потребуется, я его легко достал. И это по-прежнему круто выглядит. Также обращаю внимание на замки, чтобы они плавно ходили. И что куртка полностью застегивается. Что насчет Тренча? Традиционно такие плащи мы видим в светлых тонах. Потому что изначально их изготавливали из габардино во время войны. И уже во время Первой мировой Тренч получил свое имя. Они были реально прочной вещью. Итак, вопрос, актуальны ли они сегодня. Ну, я считаю, что в подходящей ситуации вполне. Так что если вы в зоне, где часто зимой идут дожди, и вы много передвигаетесь, то длинный Тренч вполне пригодная вещь. Но какую длину выбрать? Ну, все зависит от того, как вы двигаетесь. Если вы ездите на машине, то лучше выбрать покороче. Если вы ходите пешком, то я бы выбрал подлиннее. Потому что такие вот длинные плащи, они отлично защищают ваше тело полностью от погодных условий. Что насчет такого вот пуховичка? Он кэжуал, посмотрите на цвет, на стиль. Как бы такую куртку точно не стоит надевать с формальной одеждой. Но на выходные она отлично подойдет. Что в ней прикольного, так это то, что она очень легкая. Единственная проблема пуховиков, то что они теряют свои тепловые качества. Потому что они перегреют, а воздух, который находится в этих маленьких квадратах. Поэтому если попадаете в дождь, то накройте чем-то ваш пуховик. Итак, господа, давайте теперь добавим стиль в ваш зимний гардероб. Если вы в Южной Аризоне, то замша это то, что вам нужно. Пару слов о замше. Первое. У нее есть текстура. Как людям, нам нравится прикасаться к текстурам. Девушки подходят и начинают трогать вашу замшевую куртку. Где ты такую себе взял? Но я уверен, многие из вас сейчас скажут. Я не ношу замшу, потому что не хочу, чтобы она испортилась, когда я попаду под дождь. Или я не хочу, чтобы снег начал таять на куртке, и потом появились пятна. Итак, будучи владельцем замшевой куртки, у меня никогда не возникало таких вот проблем. Но если вы переживаете, то просто используйте защиту для замши. Один раз в сезон обрабатывайте все ваши замшевые вещи. Внимание, перед применением убедитесь на маленьком кусочке, что цвет вашей вещи не меняется. Нанеся защиту на замшу, вода просто будет скатываться. Далее, господа, у нас идет классическая куртка-блузон. Эта куртка в ходу уже порядком 60 лет. Она стала популярна после Второй мировой. Хлопок, резинки на кистях и на поясе. Высокая талия. Все эти детали куртки танкиста. Она сделана специально, чтобы прилегать к телу, чтобы солдат мог легко проходить через люк танка. И она могла бы защитить солдата не только от холода, но также и от жары внутри машины. В классическом блузоне, если посмотреть на внутреннюю часть, то можно увидеть яркую ткань. Это ключевая характеристика такой вот куртки. Ну и как с любой классической курткой, которая была в ходу уже много лет, можно встретить то, что многие производители будут по-разному интерпретировать стиль, и они будут его немного менять. На мне сейчас другой блузон, но у него нет яркой клетки внутри. И также тут нет резинки на кисти. У нее тут пуговица, но она делает ту же самую функцию. Так что, если вы нашли куртку, и она вам нравится, просто смотрите на детали от стиля, которые в ней есть. И если они имеют функционал, скажем, эта куртка, она будет более плотная, чем предыдущая. Так что, если вы ищете что-то потеплее, то она подойдет. Главное, чтобы вам нравилось, и оно вам подходило. Итак, мы добрались до категории среднего веса. И мы можем заметить, что такие куртки уже используют стеганный материал. Это такой материал, который состоит из нескольких секций. Эта куртка исторически будет очень casual, начиная от дизайна до самой ткани. Хотя некоторые могут посмотреть и сказать, что она выглядит довольно нарядно. Но вот карманы все выдают. Я сказал, что это современный дизайн. В классическом дизайне у этой куртки было два нагрудных кармана и два боковых кармана. У этой куртки есть два боковых кармана и всего один нагрудный карман. А также есть один скрытый карман на замке. Но все же, почему она ощущается как более нарядная куртка? Это все из-за темного цвета. Все куртки более темных тонов, синий, серый, черный, о которых я сегодня рассказываю, они в целом будут более формальные. Но если обратить внимание на стиль, то стиль может сделать их более casual. Это все детали, например, дополнительные карманы. Эти ребята снабдили ее замком. Если бы на ней были только пуговицы или кнопки, то это уже был бы более формальный стиль. Эта куртка похожа на предыдущую по стилю, но совершенно другая по уровню формальности. Во-первых, это более светлая куртка. Этот зеленый, и он светлый, и является более casual. Далее материал. Она сделана из синтетики. Все, что из синтетики, будет более простым, чем хлопок или шерсть. Эти материалы считаются более люксовыми. Шерсть или кашемер, это, пожалуй, самые формальные материалы, которые используются. А если расстегнуть, то мы видим яркую подкладку. Все куртки, которые используют такие яркие подкладки, они сделаны специально, чтобы цеплять взгляд и быть более casual. Как насчет вот этого серого цвета? Будет ли эта куртка более формальной? Ответ – нет. Это полевая куртка. У нее два нагрудных кармана, два боковых кармана. Но она не будет столь же casual, как предыдущая куртка. Если посмотреть внутрь, то мы видим яркую линию. Но в целом это более плотная, теплая куртка, которая сохранит ваше тепло. И ее можно надеть в различных ситуациях. Да, конечно, ее не наденешь с костюмом. Но ее точно можно надеть, скажем, с бизнес-кэжуал стилем. Как насчет чего-то такого? Итак, это очень уникальный современный стиль. Это микс из различных вещей. Если расстегнуть, то видно, что тут есть жилет на замке. А замки – это более casual. Но в целом дизайн этой куртки, он очень современный. Ее сделала итальянская компания, и они хотели создать современную интерпретацию спорт-пиджака, совместив различные материалы. Тут есть и шерсть, и хлопок. Так что это, скорее всего, модная вещь. Это точно пока нельзя отнести к классическому стилю. Потому что классика – это то, что проверено временем. Но если вам нравится вид, тогда почему бы не попробовать? И не позабавиться с вашим зимним нарядом? Конечно, сперва купите себе базовые куртки. Ну а потом, если вы увидели на распродаже что-то интересное, можете поэкспериментировать. Итак, Блиц вопрос вот с таким пиджаком. Следует ли мне носить карманный платок? Да, нет? Пишите в комментариях. Далее у нас разновидность водительской куртки, известная как шерпа или как ковбойская куртка. Я сам вырос в Техасе, и у меня была такая в детстве. Когда катался на лошадях, то просто накидывал эту куртку, потому что она довольно прочная. Если она испачкается, ты просто кидаешь ее в стирку. Это отличная куртка для работы. И поэтому из-за ее стиля, истории, материалов, из которых она сделана, это точно кэжуал куртка. И если вы надеваете ее с джинсами, то выбирайте джинсы другого цвета. Можете выбрать что-то потемнее или посветлее. Ну или просто наденьте штаны из совершенно другого материала. Это может быть твилл, или серые фланельки, или парачинос. Ну, теперь мы переходим в категорию тяжелого веса. Начнем с классической кожаной куртки. Очень большое разнообразие стилей и опций. Когда дело касается плотности кожи, будет ли она утепленная или нет. Но в целом кожа будет самым прочным материалом. В целом эти куртки будут кэжуал, но если вы возьмете черную гладкую кожу, то ее можно будет даже надеть с вашим бизнес-кэжуал-нарядом. Кожа она прочная, она круглая, и мужчины ее носят уже тысячи лет. Так что да, в зависимости от того, какого стиля вы придерживаетесь, площадь покрытия вашего тела будет различаться. Вы можете встретить кожаные плащи, ну и, конечно, короткие кожаные куртки. И я думаю, что это как раз тот самый стиль. Есть бомбер, есть косуха, классическая байкерская. Некоторые из них будут более кэжуал из-за всех дополнительных деталей. Другие будут более нарядными. Суть в том, что это точно подходящая куртка, если вам предстоит отправиться в суровые условия. Далее у нас идет вощеная хлопковая куртка. Ну, как понятно из названия, эта куртка сделана из хлопка, и на нее нанесен специальный защитный слой, чтобы сделать ее влагостойкой. Да, потребуется время от времени обрабатывать ее снова, но такие куртки применяются охотниками в Англии уже целые века. Она может прослужить вам много десятков лет, если вы будете о ней заботиться. Конечно, вы должны учитывать, что вот такая куртка, она является кэжуал. Ее сделали специально для активного отдыха, поэтому у нее более свободный стиль. Эту куртку можно надеть поверх спортпиджака, поэтому она может быть большего размера. Это вполне приемлемо для этого типа курток. Если же вы ищете что-то более прилегающее к телу, тогда можете поискать среди современной интерпретации этой куртки. Наконец, сейчас мы поговорим об одном из моих самых любимых стилей пальто, бушлат. Это пальто стало популярно благодаря голландским морякам, затем британским и американским. Бушлат – это отличное прочное пальто. Его делают из плотно сплетенной шерсти. Это, пожалуй, главная характеристика. Зачем использовать шерсть, когда ты ходишь по морю? Потому что шерсть может впитать влагу до 50% своего веса и по-прежнему ощущаться сухой и сохранять тепло. Другая характерная черта – это длина. Она будет на 30 сантиметров ниже пояса. Как раз прикрывает ягодицы. У него также широкие лацканы и двойной борт. Что насчет ярких спортивных курток, как это? Лыжная куртка. Они, конечно, будут casual, но у них есть своя цель. Такую яркую куртку легко заметить на горе, если вы вдруг потерялись и вас пытаются найти. Так что, ребята, этому есть причина. Но не стоит надевать такую куртку поверх костюма. Вам понадобится еще одна куртка. Так что же можно надеть с костюмом? Господа, классическое пальто. Они существуют различных видов. Но что можно заметить схожего у них, так это то, что они сделаны на 100% из шерсти и будут в основном темных цветов. Есть еще и более светлые, но я бы рекомендовал для начала классическое темное пальто. Они более формальны. Темно-серый – мой любимый цвет. Оно может немного запачкаться, и это не будет так заметно, как на черном. Но я понимаю, что многие из вас просто падки на черное или синее. Все зависит от того, что вы обычно носите. В целом, не возникает проблем подобрать себе что-то, что подойдет к вашему костюму. Если говорить о размере пальто, то вам лучше выбирать его тогда, когда на вас костюм, чтобы оно хорошо сидело на вас. Ну или как минимум, чтобы на вас был большой тяжелый свитер. Суть в том, что у вас должно быть дополнительное пространство. Не надо покупать такое пальто, которое на вас отлично сидит, когда на вас только рубашка. Функция пальто – это покрыть сверху то, в чем вы одеты, будь это ваш пиджак или костюм. Для тех из вас, кто живет в ультра-холодных зонах, скажем, вы где-то на севере Канады. Вы знаете, о чем я, ребята. Когда температура падает конкретно ниже нуля, то самое время доставать парку. Парку сделали специально для исследователей, которые отправляются в Арктику. Они подсмотрели у северных народов, когти используют пух животных и как они накладывают его слоями, особенно вокруг шеи. Суть в том, что надо было сделать максимальную изоляцию от внешних условий. Господа, хорошая парка начинается с хорошего дизайна. Первым делом это капюшон. Вам надо прикрыть голову. Внешний материал, он должен быть ветростойкий и влагостойкий. Затем длина парки. Это не короткая куртка. Она должна покрывать ваши ягодицы, возможно, едва ли не доходить до колен. И, конечно, мы смотрим на внутреннюю часть. Используется очень большое разнообразие изоляционных материалов, но лучше всего, чтобы толщина изоляции была не меньше 3 сантиметров. У парки должны быть замки, а лучше двойные замки. Один внутренний, другой внешний. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.